Добрый день, на часах 13.07. Это программа «Особое мнение». Я Владимир Сметанин. И своим особым мнением сегодня с нами поделится депутат Кировской городской думы Юрий Шлеминзон. Юрий Львович, день добрый. Добрый день. Напоминаю, что вопросы могу задавать не только я, и буду их задавать, разумеется, но и наши слушатели. Есть специальная форма на сайте эхокирова.ру. Заходите, оставляйте свои вопросы, предложения нашему гостю. Ну и кроме того, еще раз напоминаю о том, что записи особых мнений на нашем сайте эхокирова.ру традиционно присутствуют. И кроме того, есть там еще и расшифровки, то есть текстовая часть наших бесед. Пожалуйста, заходите и пользуйтесь. 2 августа. Сегодня мы встречаемся с вами в день воздушно-десантных войск, между прочим. Анонсировано было за несколько дней, что фонтан на театральной площади снова у нас отключают. Как вы к этому, между прочим, относитесь? На мой взгляд, это какой-то дикий и беспощадный архаизм. С вашего позволения, свои специальные фразы, вот то, что все сказано на эфире является моим оценочным. Ну нет. А теперь к фонтану. Да, а теперь к фонтану. Фонтаны должны работать, когда они должны работать. И ничего страшного, что в день ВДВ бы этот фонтан работал, я не вижу. Я тоже, собственно, я тебя поддерживаю. Я думаю, что с ним что-то случится. Да, я видел, что уже с утра у нас автомобили с флагами ездили по городу. Ну это обычно, да, профессиональный праздник. Это было, правда, в 6 часов утра уже. Я наблюдал в сторону нашего аэропорта, который принадлежит обществу Динамо. Я двигаюсь в машине. Но ничего не вижу в этом страшного. Во-первых, все эти дни стали проходить намного спокойнее. Чем руководствуется власть городская, выключая фонтан? Тем, чтобы, не дай бог, чтобы ничего не повредили, или сами там не утонули, не дай бог, или не упали. Даже больше, чтобы они сами не повредили. Сами не повредили. Да. Ну я думаю, что это не общее мнение руководства города, а отдельных чиновников, которые отвечают за объект. Давайте от греха подальше. Да, на всякий случай. Даже лучше закрыть, выключить не разрешено. Просто, между прочим, Юрий Львович, это не просто фонтан на театральной площади. Это главный фонтан Кировской области, да? А представляете, вот в этот день, например, делегация какая-то детская приезжает, да? И спрашивают они своего экскурсовода, тёфеньку, а почему фонтан не работает? Потому что сегодня день ВДВ. И сразу ребят отскладывается в мозгу, что вот это что-то плохо. Это какие-то суровые, беспощадные детки, которые могут всё сломать на своём пути и так далее. Хотя, на самом деле, мы же понимаем, почему он не работает? Да пусть работает. Ну, я не верю в то, что все десантники сразу соберутся у нас на театральной площади. Ну, даже если выкупается. Ну, без чинства у нас там будут устраивать. Нет, с праздником, ребят, конечно. С праздником, праздником. 2 июля, кстати, ещё сегодня не легендый день. Как тут не вспомнить, добрым словом, основателя нашего холдинга Ильи Ручкова. А впереди день железнодорожника. Воскресенье. Вот одни праздники у нас, кстати. Ну, в нашей стране каждую неделю праздники, так что это страшно. Хотя я случайно недавно смотрел обзор, сводка по работающим и неработающим странам. Ну, количество выходных дней. Я всегда говорил, чтобы большие лидеры в этом вопросе оказались. Мы далеко даже не в первой десятке по сравнению с самыми европейскими странами. То есть у нас есть ещё ресурс? У нас ресурс есть. Поэтому, когда вот выступают против новогодних каникул, затянувшихся, или майских огородных праздников, то мы ещё далеко не впереди планеты. Хорошо, давайте по повестке дня. Давайте разберёмся в первую очередь с продажей центральных бань на Молодой Гвардии 42. Рядом с кинотеатром «Октябрь» появилась информация не так давно, что это муниципальные бани, от которых муниципалитет собирался избавиться за почти что 12 миллионов рублей. Вы этот вопрос держите, насколько я понимаю, на контроле. Да, было много обращений. Как сейчас дела обстоят? Ну, будем говорить, что первый подход, так называемый, к приватизации этих бань был 5 лет назад. Городская администрация, понимая значимость этого объекта и его необходимость в центральной части города, и вообще в городе их совсем мало осталось. Значимость в смысле воспользован, воспользованный такой объект, да? Да, конечно. Идут люди на помощь, так называются. На 5 лет смогла срочить это дело, но в связи с тем, что эти 5 лет прошли, и арендодатель, согласно закону, подал вновь запрос на приватизацию этого объекта. Ну, он имеет льготные условия, раз он давно арендует. На выкуп, да, муниципалитет? Он просто имеет право на выкуп. На выкуп. Льготных условий. Физприбор? Да, это ООО «Физприбор». Физприбор. Который относится к малому бизнесу. И на основании постановления 159-го постановления, которое стало бессрочным на самом деле, если раньше она имела сроки ограничения, они подали этот запрос. Понятно, что администрация выполнила решение правительства Российской Федерации, написала постановление о его продаже, но здравый ум возобладал, чего следовало ожидать. И в договоре о купле и продаже был внесен пункт о сохранении коммунально-бытового назначения объекта. То есть продавать, но направленность оставить ту же самую. Если арендодатель, я имею в виду уже не арендодатель, а организация, которая выкупила, собственник, меняет назначение, то муниципалитет имеет право обратиться в суд и отнять, изъять это помещение, соответственно, и землю. Там больше всего... Если не выполняется условие договора, то это можно забрать. Даже если такие варианты есть особо ценные, я не хочу никого обвинять, из тех, о ком мы сейчас говорим, бывает, что сгорают здания, знаете, у нас такая тенденция. Даже в этом случае... А потом что-нибудь появляется на этом месте. Он должен восстановить с использованием коммунального бытового назначения. В противном случае этот номер не проходит, и у него просто изъявят землю, ее потом, конечно, поставят на торги, но цена возрастет многократно. То есть это не будет эти почти 12 миллионов, она будет намного дороже, потому что земля оценена 8 с чем-то миллионов, ну и здание так стоит. А че конкретно это заслуга в включении такого пункта, такого уточнения? Это общая работа... Сохранить вот именно этот профиль. Это общая работа заместителей нашего главы города, которые занимались этим вопросом. Я занимался этим вопросом. Ну так, ну да. Ну я хожу туда тоже. Ну в общем, мое обращение в администрацию возглавло действие, и все проработано, и договор будет в таком виде заключаться. Сделка еще не заключена. Ну там, предполагаемый новый-то собственник, он согласен на такие условия? А у него других вариантов нет. А у него других вариантов нет. Просто это замечательное место. Ну да, там уже видели, уже вокруг домиками, много построенными, все это окружили. Ну да. И думали, одним разом, сделав некую выдержку, и эту землю получить. Ну вот, пока этого не произойдет. Ну, по крайней мере, в ближайшие 5 лет точно не может произойти. Это единственный такой... Это такое обременение на 5 лет. Нет, единственный такой объект, или вот так бдить городской администрации, депутаты, в том числе, в ближайшее время будут, что это, не дай бог, если мы понимаем, что это социального назначения объекта, конечно, будет смотреть. Депутатский корпус точно будет идти посмотреть. Юрий Шлеминзон, депутат Кировской городской думы. Особое мнение продолжится после небольшой паузы. Буквально на полминуты прерываемся и скоро вернемся. Продолжается наша беседа. Напоминаю, что вы тоже можете задать вопрос депутату Кировской городской думы Юрию Шлеминзону. Специальная форма на нашем сайте есть. Заходите с мобильного устройства, с ноутбук, с компьютера. У нас есть еще полчаса на общение. Давайте поднимем вопрос о малых архитектурных формах, которые вы поднимали на предыдущем заседании городской думы. Но подробностей там не очень много. Хотелось бы, чтобы сейчас от первоисточника от вас это прозвучало. О чем речь? О чем речь? Когда мы принимали новое положение правила благоустройства Благодаря Кирова. Буквально недавно. В моем месте. Ну, недавно. Я на группах, на рабочих группах обсуждали же много поправок несено было. В том числе рассматривался вопрос о том, что урны в городе Кирове соответствуют, будем говорить, таким европейским или мировым стандартам, что если на определенные... Насмотрелись, Юрий Львович, забираются за границей. Да, это и в Москве сделано, и в других городах Российской Федерации. То есть, если урна находится на высоте опущенной руки, а не ниже, то удобнее положить туда тот предмет, который вы украли. Ну, во-первых... Положить, а не выбросить мимо? Да. Ну, не бросаешь и не попадаешь. То есть, она находится на уровне руки. Во-первых, возрастает сразу же объем самой урны. То есть, наполняемость вокруг, тогда не получается разбросанного мусора. Не знаю. Но это не всегда выгодно, почему сразу не включили в план благоустройства, в правила благоустройства, а решили дополнить это в положение малых архитектурных форм. Почему у нас... Несколько другой путь, да? Да, несколько другой путь и... На суть та же. На суть та же, да. Но почему-то затянулся вопрос. Теперь есть протокольное решение то, что должно в сентябре месяце состояться. Администрация должна читаться по этому вопросу. Почему у нас в городе урны маленькие? Вы когда-нибудь задавались эти вопросы? Ну... Потому что... Я могу объяснить. Не гадайте. Есть 44-е ФАЗ, да? Где определяющим, да, является что? Цена. Цена. Чем ниже... Чем меньше урна, тем меньше, дешевле она обходится исполнителю заказа. Вот и все. Там же ничего не оговорено. Вот поэтому появились микроурны для одного пачки. В сентябре, да, Вы сказали, будет решаться этот вопрос? Я думаю, что много еще поправок мы совместно занимаемся с отделом рекламы города Киева, городской рекламы. МБУ. Муниципальное ведетное учреждение. Это будет много поправок по размещению информационных на зданиях и рекламных конструкций. Информационные, то есть будут ограничены форматы, они будут структурированы по высоте не выше второго этажа. Размер будет на исторических зданиях вывесли в воду без подложки делаться. Высота букв тоже определена. Таких много глянцев, чтобы привести город в приличный вид. Вот эти все настенные рекламы мы сами видим, которые загромождаются. проще привести примеры. Чего, к примеру, не будет? Вот сейчас можете так? Ну не будет вот этого многообразия ухода. Вот они будут в определенном формате все в одном сделаны. Я помню, глава администрации Илья Шульгин говорил о том, что у нас бардак тоже с этим. Когда в одном месте рекламы висит нижнего белья, турпутелок, сантехники и так далее. Вот это как раз разрешено. Они будут в одном размере. И вот у нас вы не обращали меня просто занимался этим вопросом. У нас может одна и та же организация 4-5 рекламных консульций на одном здании размести. Не одну, а в разных местах здания. Ну что, так сказать, обзор? Ну не считай, что... Был с разных сторон, например, да? Если юридическая консультация, когда думаешь, что их там несколько, ну бывает, пять-то ходят сюда. Да, юридические. Нет всего шадарма, она просто в разных местах, между вот как раз этим бельем там или чем-нибудь еще размещено зубным кабинетом. Ну да. Вот вы привезли, но самое главное, что вот этим мы постараемся убрать с исторических зданий все подложки, короба, которые портят, ну эстетику зданий нарушают. И они смогут размещаться только в определенных местах. И согласовывать, я надеюсь, надо будет только те информационные, которые из параметров указанных городской администрации выходят. А сейчас согласуется все сто процентов. Сейчас следы в параметре, ты не будешь ее вообще регистрировать, тебе не надо будет никаких бумажек сто процентов согласовывать. В смысле, раз деньги заплатили, все, можно делать все, что угодно, сейчас такой, что ли, принцип исповедуется? Да, если вы согласовали с городской рекламой, вы идете, то есть каждую вывеску надо согласовывать. А если вы будете уже делать сейчас в стандарте, который я говорю, вам ничего не согласовывать надо. МБУ городская реклама будет за этим следить? Конечно, да. У нас, как говорится, сейчас есть большое контрольное готовится реорганизация структуры городской власти, это контрольная такая организация, которая будет не только за этим, но и за всем, за уборкой города, за выполнением, как же КХА выполняет свои задачи. А вы имеете в виду департамент муниципального контроля? Появление которого уже анонсировано и работа там уже по организации. То есть фильтральное направление люди придут в централизованное место и будет организована такая работа. Я думаю, что это даст не сразу, но... Оценник, Юрий Львович, по этим новым правилам он подскочит, повысится для рекламодателей, для тех, кто размещает эту рекламу. Ну, это никак не для... Или эти вопросы не обсуждаются? Нет, они вообще не связаны. А, они связаны? Мы же говорили не о бигбордах, которые размещаются. Это вот на зданиях твоя информационная рекламная доска. То есть они не будут одного два метра, другого сорок сантиметров. Они там не вертикально расположены, выше второго этажа. Вот об этом речь идет. Ну, насколько я знаю, рекламные агентства местные довольно с опаской, с осторожностью относятся к этому, Кавсич. О размещении рекламы на фасадах домов. Да, да, да. Ну, мы же сами понимаем, что там определенные параметры это должно иметь. Если получается, аляповатые здания не замещают, я тоже сторонник, что реклама должна быть. Ее в Кирове на самом деле не так уж немного, недостаточно. У нас общественный транспорт практически не используется, хотя он во всем мире используется как реклама. Да, почему используется? Просто меня, знаете, умиляют на нашем общественном транспорте, на авто. На пазиках у нас что рекламируют? Такси. Вот это вообще. Ну, а что удивляетесь? Не хочешь ездить на ванечем пазике? А если интернет реклама рекламируется на телевидении? Ну, да. Вот когда шел большой рост, в виде ее не было этой рекламы, интернета. А когда стал наблюдаться спад размещения венцерной территории, ну да, Пашпин, я начинал. На телевидении, да. Простите, я еще хочу вернуться к тем урнам, о котором мы уже поговорили. Речь идет только о высоте мусоразборной. Я не знаю, как городская администрация может быть просчитана какая-то... Ну, вообще есть норматив на определенную площадь, через какое расстояние они должны находиться. Я хотел, чтобы... Начали с этого. Просто, когда вы меня спросили, задумывался ли я, какой высоты у нас урны, об этом я скорее не задумывался, а меня... Ну, это вроде мелочи, это стоит ли обсуждать, но это все равно создает внешний облик города. То, что мне бросается в глаза, это массивность наших урн, в основном стоящих на улице города. Знаете, они такие добротные, из бетона, фиг поднимешь. Ну, их немного, на самом деле, этих бетонов есть. Их неудобно убирать, во-первых. Предыдущий руководитель спецавтохозяйства, как ты говорил, что у нас иные не прижились, потому что все раскурочат, а эти как-то более-менее терпят. Здесь же, сами знаете, что бывают лоббисты, очень большие, которые настраивают определенные закупки. Ну, да, готовы поставить определенные урны, определенные формы. Да, если у него вдруг, может, был владел, что за бетонным заводом, вот у нас появились массоры, за бетонные урны. Я не хочу еще сказать, реальность примерно вот так. У нас урны нужно ставить, не знаю... Антивандальные. Антивандальные, и знаете с этим, с функцией электрошокера. Ты коснулся к нему? Себя разрядом ударило? Многие годы мы опиливали скамейки в Александровском саду. Это была вообще глупость. Как бы говорить, что мы боремся с теми, кто садится на них сверху. Ходит ногами посидим. Пусть орла. Как там называется? Перестали это делать. Все прижилось, и все сидят нормально, и скамейки стоят нормально, не надо их опиливать, есть где облокотиться. Все меняется на самом-то деле. Еще об одном из итогов предыдущего заседания Городомы хотелось бы упомянуть. Впервые за, сколько там, с 2011 года, за 7 лет получается, сумма денежная, выделяемая городским бюджетом депутатам на выполнение наказов избирателей, была увеличена с 25 миллионов до 36 миллионов. То есть в полтора раза. На округ получали миллион четыреста, то есть по 700 тысяч, поменьше миллиона, то подняли. Ну, потому что, во-первых, принято решение о том, что эти средства после 2017 года идут только на программу благоустройства. Ни на какие другие программы депутаты не используют. Дворы? Дворы, скверы, улицы. Ну, в основном по дворам и подъездам к дворам. Разные условия. Мы понимаем, что те проекты, которые создаются, стоят затраты. Если качественно сделать, то это стоит. Тем более мы понимаем, что тот же самый бюджет города, только он под специальным контролем выдается. И для того, чтобы выполнить те программы, у нас наказывают избиратели достаточно. Много таких пачек есть. Но я помню, вы приводили несколько тысяч. Да. Это только у меня. А есть еще другие. Но несколько десятков тысяч. Поэтому, так как это идет все равно для города, и депутат неволен самих используя на какие-то цели, то было принято решение увеличить этот объем, который будет именно под контролем депутатов. Ну, соответственно, надо предположить, что раз сумма больше, раз и, собственно... Ну, масштаб будет побольше. Масштаб будет побольше. Конечно. А эти деньги, они как в общем котле, депутаты сообща решают. Или каждый сам за себя. Вот я свою сумму Да, конечно. Вот на то вот именно потрашу. Да, только так и делаю. Как это происходит? Поясните. Ну, происходят конкурсы сначала в районах, где работают депутаты. Появляются определенные... Ну, грантополучатели, так говорить. И тогда муниципалитет проводит торги по ремонту там определенного двора. По одной из программ комфортной среды. Это федеральная, по-по-по-м и, например, взнос есть, где граждане собирают деньги, не от депутата, ну, не от депутата, а от муниципалитета, под контролем депутата. Происходят эти процедуры, они осенью обычно происходят. И тогда уже под предварительные сметы депутаты расписывают эти средства, куда будут тратиться. Ну, там в том числе не исключено. Так. Извините. Я уже думал, за нами приехали. То есть, возможны и такие варианты, как, например, у людей, ну, там, потому что проекта поддержки местных инициатив не хватает, какой-то суммы депутат тут может помочь. Да. Из своих... Ну, так и делается. Да. Ну, так и делается. Такая практика. Осень, да, вы говорите, будет распределяться эта сумма и освоение ее. Она идет до третьего квартала следующего года. Да, потому что пролонгируется... На следующий год пролонгируется. Не, она не пролонгируется, пролонгируется работа. Они пишутся с января следующего года. Ну, пока пройдут. Торги же надо провести, идти подрядчика для выполнения работы. Ну, к депутату Шлемензону сейчас вот можно идти с просьбой помочь во что-то вложиться? Деньги у вас еще есть, Юрий Милович? Нет, я все использую. А вы все уже потратили? Да. Депутатские. Мы строим большую дорожку прогулочную в район. в районе Дома культуры Комитерния, где мамочки с коляской и так все, да, гулять будут. Я думаю, что там продолжать эту работу, потом освещение сделать на этой прогулочной дорожке. Ну, не маленькая, двух метров шириной будет эта дорожка. Частные инвесторы... Частные инвесторы участвуют? Я имею в виду бизнес-предприниматели? Нет. Только лишь простые жители района? И вы как депутаты? Только депутаты все. А. Ну, вы не муниципалитет, вы говорите. Хорошо. Юрий Шлемензон, депутат Кировской городской думы. Вот так у нас незаметно половина программы уже и прошла. Вы расстраивались, о чем будем говорить? Будем говорить после небольшой рекламы. Еще раз напоминаю, слушатели, заходите на их кирова.ру. Специальная форма для того, чтобы задать вопрос гостя особого мнения. Продолжим через полтора минуты. Продолжаем наш разговор с Юрием Шлемензоном. Поговорили мы, да, о судьбе одного из муниципальных предприятий Центральной Бани на молодой гвардии 42В. Ну, а если говорить в целом о городских мупах и акционерных обществах с участием города, то буквально накануне опубликовано было сообщение о том, что глава администрации Юрия Шульгин возмущен тем, что вообще, в принципе, МУПы и АО городские в этом году не запланировали какую-либо прибыль. Вот так вот. Вот как-то живут, зарплату получают. Потому что они стали для таких задач. Понятно. У нас есть вот такое муниципальное предприятие, запомнилось, Кировсвет, например. Есть. Светофоры у него, освещение. У него был доход 60 миллионов рублей. На заработную плату тратили 38. Ага. Где 22, соответственно, да? Да, земля крупа. Вот видите, зачем было стараться приносить прибыль, тем более за нее никто не спрашивал. Задач таких не ставил. Вот поставлена задача хотя бы в конце этого года наметить какую-то прибыль получения. Это по следующему году. Я думаю, что к этому вопросу подойдется очень серьезно. И мы будем знать, что принесет предприятие. Ну, тут же надо вспомнить, да, и президент Путин настроен... На самом деле, при том, что они несут определенную социальную нагрузку, большую, возможность прибыльно работать у них практически у всех есть. Есть, Вы считаете? Президент Путин, это не так... Ну, если посмотреть те акты, которые на контрольно-счетную палату Кировской Думы нам предъявляет, то мы видим, что есть. Это вот контрольно-счетная палата, да, мы очень внимательно следим. Это уже такой сериал в хорошем смысле. Ну, работает. Прям серия разоблачений от контрольно-счетной палаты города Кирова. Потому что она работает. Молодцы. А почему раньше такого не было, кстати? Не было задачи, не старалась, наверное. Ага. Ну, в том числе мы сейчас и АТП имеем в виду, да? Вот эти 400 миллионов непонятно туда потраченных денег. А, кстати, Юрий Львович, буквально накануне... Не потраченных, а взятых в кредитах. А, в кредит. Хорошо. Ну, соответственно, где-то они... Или лежали. Или лежали. Да. А вот, кстати, 400 миллионов огромная цифра и буквально накануне новость о том, что город все-таки у Минского автобусного завода будет закупать... Мы влизим. Автобусы влизим, влизим, речь идет о 100 машинах. Не, ну, вы же понимаете, что ситуацию в городе с общественным транспортом надо в корне... Не, я понимаю. Просто новость... Я даже сам поднимал этот вопрос на заседаниях Думы. И в сентябре месяце администрация должна представить план реорганизации общественного транспорта. Это касается всех видов общественного транспорта. Реорганизация что есть? В этом случае? Доведение порядка. Маршрут, маршруты... Не маршрутизация. Не маршрутную сеть. О качестве услуг. Потом о доступности общественного транспорта для инвалидов. Огромная проблема в городе существует. Вы сами же знаете, что там закупили полтора автобуса, которые тем более сейчас не используются. О трех говорили. Два были изначально дефектные. Они же не используются. Потребность такая же существует. Речь идет не только о автобусах, речь идет о троллейбусах и вообще о развитии наведения порядка в общественном транспорте. У нас есть маршруты, которые заканчивают свою работу очень рано. Людям, которые не имеют... Если взять 14 округ, там недостаточно... 14 округ это заречная часть. Да, заречная часть, мест, где можно на тренировки, в кружки с детям ходить. Приходится ездить в центральную часть города. А транспорта уже... Если ты еще уедешься, то на чем приехать? Ну и много других вопросов возникает по периодичности работы общественного транспорта, о его длительности работы. Поэтому был поставлен вопрос и в сентябре месяце городская администрация должна предоставить программу преобразования работы общественного транспорта в муниципальном образе. Депутатам представить. Да, конечно. И вы будете обсуждать. Да. Просто я по поводу... Такая же программа уже по освещенности, города по требованию... Вот я сам об этом заявлял, зная, что много наказов избирателей есть в моем округе. Мы в других округах, которые целые улицы не освещены, и фонари, которые не светят. Ну и была представлена программа преобразования. Она предоставлена не один год. По крайней мере, мы теперь знаем параметры исполнения. Хотя я думаю, что когда произойдет объединение двух предприятий городских электросетей и террасвета, то этот процесс будет ускориться, и мы благодаря этой программе получим качественное и полное освещение нашего города. Вы уверены в этом? Или вы надеетесь? Я практически уверен. Уверен. Разойдет. Но по поводу автобусов 100 новых машин это ведь очень существенная цифра. Вспоминая предыдущие годы по 10, по 15... Я не так глубоко в этой теме по количеству автобусов, по маршруту и сетям. Я в основном на качество не волнует. А качество для вас автобусного обслуживания это что в первую очередь? Это качество. Это то, чтобы люди могли в определенное время, а не только в пиковые... Во-первых, в пиковые часы, чтобы это было... В свалку все не превращалось, да? Чтобы в поздние часы могли люди из одной части города добраться в другую часть города. Чтобы автобусы, чадящие на наших улицах, загрязняющие атмосферу города, исчезли. Вообще. Я думаю, что электротранспорт надо развивать, проливусные наши сети вполне себе оправдают. Ой, у нас же электричку накануне обещали запустить. На Авиатске, вернее, да? Развитие именно этого вида транспортного. Потому что в других городах же есть совмещение поезда с Петро или Трэйбус. Просто продумано, логистические. Логистические. Все маршруты. На электричке, да. Что касается центрального рынка, тоже еще одного муниципального предприятия. Снова прошелся по этому объекту Илья Шульгин. Два месяца ультиматум поставил. Либо что-то меняете, либо не ходите товарищ директор. Я считаю, что обоснованно центральный рынок посещает тоже. Не вызывает никакого желания. Просто необходимость его посещать в том виде, в котором он существует. Если бы была альтернатива, если бы этого не стал. Альтернатива в виде? Рынка. Рынка. Конечно. Нормального. Рынка. Нормального. Красивого. С серверскими товарами. Рынок, это же сейчас такое многофункциональное. Мы считаем, что рынок не только торговля происходит. На самом деле в преобразованных рынках в других городах это центры отдыха, будем говорить. Это сам рынок. Это кафе, столовая. Ну приведите, для примера, конкретный город, куда можно съездить и посмотреть, как выглядит, должен нормальный, целый рынок. Казань, Москва. Я думал, да. Вы знаете, что даже рынок в Киршкар-Але и то вызывает благоприятные впечатления. Я в последний раз в другом городе... Там всегда есть свежее немороженное мясо, там есть свежая речная рыба, там есть творог, там есть яйца, там есть те продукты, которые фермеры производят. У нас же фермерских продуктов вообще нет. Ну они вроде как декларируются, вроде сообщаются, вот и ездят там где-то, есть, а видимо, да, сохраняются. Ну там можно на ярмарку съездить. Я последний раз в Чебоксарах был на рынке, ну вот такой крупный. Ну отличается. Ну отличается, отличается, приятнее там находиться. Действительно приятно. Москва очень сильно преобразовала свои рынки. И продукты есть, и все остальное есть. Ну раз уж мы заговорили о столице, о соседнем, о соседней столице, столице республики Татастан, Казани, вот как раз недавно в нашем эфире губернатор Илья, простите, Игорь Васильев говорил о том, что надо, в развитии нашего города нам нужно ориентироваться как раз на Казань и Москву. Мне тогда... Хороший подход. Да, мне тогда вспомнились слова одного из заместителей главы администрации Ильи Шульгина, который до этого в Сочи работал, в том числе олимпийскую стройку реализовывал. Он тогда говорил, что я вообще тут готов Сочи сделать из Кирова. Мы на кого, Юрий Львович, должны ориентироваться? Москва, Казань, Сочи, не знаю, Урюпинск. Хороший город, людям комфортно жить. Или мы ни на кого не должны ориентироваться? Нет, надо ориентироваться, должны быть. Я думаю, что весь положительный опыт в перечисленных вами городах надо бы использовать. Для этого надо заработать деньги. Ну и понятно, что ему с Москвы какую-то часть денег привезти. Ну, украсть? Нет, почему? Есть же целые федеральные программы, в которых мы недостаточно принимаем участие, особенно на уровне муниципалитета. Я думаю, что к юбилею города что-то при составлении правильных программ тоже получим. Многие же города получили толчок в своем развитии, та же Казань, от какой-то круглой даты. Да, от круглой даты. И другие города получают. Главное, надо быть к этому готовым. Это должен быть хороший генеральный город, должны быть привлечены специалисты, поэтому недаром сегодня у нас будет специальный форум и вот приглашение в октябре в турбанистический. Лучшие архитекторы и вообще специалисты в турбанистике. Но очень положительно это делать. Нужное дело. И очень сожалею совсем недавно у нас с той же рекламой развлечением рекламы связано. Отличное мероприятие проходило в Диасанте. Я увидел всего одного представителя муниципалитета. Это когда о брендировании говорят города, да? Весной? Да. Всего один представитель муниципалитета присутствовал на этом мероприятии. А так общественники несколько. Кстати, раз уж вы ближе к городской администрации, но в том смысле, что депутаты туда именно приходят на заседание и работают там. Вопросы обсуждают. Новый зам, вернее, не новый, а вообще впервые появившийся зам по инвестициям. Что-то слышно уже по его работе? Я знаю, что он должен в сентябре месяце представить свою программу по реализации. Как он собирается привлекать, да? Да. И какие средства? И средства по каким направлениям? Пока ждем сентября. Да. То есть после каникул этот вопрос такой инвестиционный его с кондачка не решишь. Я думаю, что прошло определенное время. Тан Викторович Напомните фамилию? Карпинский. Карпинский, да. И он, я думаю, что он церковь инициативный, насколько я вижу. Я думаю, что это даст свои результаты. С определенной временной пролонгацией, конечно. Одно момент это произойти не нужно. Но я думаю, что город получит результат от этого работы. Еще одна тема, по которой хочется, чтобы вы высказались. Огромная цифра тут звучит. 17,5 миллиардов рублей тоже было объявлено накануне. Это сумма, которую компания Т-Плюс готова вложить в реконструкцию городских тепловых сетей и подземных коммунициаций. То бишь, это, я бы даже сказал, это первые подробности к консенсионному соглашению. В 2004 года нам будет полная счастье. Да. До 2053 года речь идет о соглашении. не будут отключать летом горячую воду для профилактики. Я об этом не думал, кстати. Будут ли и не будут у нас. Мы так не должны. В общем, если еще ломаться не будет, ничего не должна отключаться. Вот к 53-м мы будем жить в максимальном комфорте, нам обещают. Вот ваша позиция. Ну, это может произойти только при тотальном контроле институционных программ. Сейчас он отсутствует, будем говорить так, что уже мы сталкивались с тем, что... А какие там риски, поясните, какие риски тут основные существуют? Риски не существуют. Надо, чтобы был контроль за институционными программами. Никаких рисков тогда не было. На чем именно? Что именно контролировать? По институционным программам происходят определенные вложения по ремонту, по замене полностью. Все ли деньги идут туда, на эти линии свои? Вообще не. Они могут вообще не делаться. А, идут ли они вообще туда? Да. Они могут вообще не делаться. У нас такое было, что не происходило. И в предыдущей концессии тоже же были средства, которые обязаны были инвестиции вкладывать. Если часть денег уходила на те коммуникации, которые принадлежат самому КТК, они же есть, не все принадлежат городу самому, есть уже, которые к самому КТК принадлежат. То вот где-то какой-то перегиб может быть, они свои вкладывали, городские не вкладывали или наоборот происходило. Или вообще не выполнялось. Потом перевыполнение пытались сделать. Но не все складывается. Ну, я знаю, что, кажется, на 17-18 год инвестиционная программа была не утверждена, поэтому это не попало соответственно в тариф. Через тарифы я... Ну, да. А, кстати, по поводу тарифов ждать ли, в разгляд, существенного увеличения? Ну, у нас же есть максимальный... Региональная служба по тарифам вы имеете в виду этот орган такой утверждает с этим разом. 7-30-9 1-го июля избирали, Юля, да. А еще не должно быть. Ну, просто многие специалисты, эксперты говорят о том, что... Ну, вот... Ну, у нас же МДС вырастет, у нас еще что-то будет. Точно вырастет? А у вас есть сомнения? Ну, в первом чтении или в трех уже чтениях принять это все? Полностью все полностью уже? С 18-ти до 20-ти? О, да. Ладно... Юлия Иванович, последняя новость. Вы у нас участвовали по этой теме в нашем эфире по поводу пенсионного возраста. Вот коммунисты собираются устроить по всей России бессрочный бессрочный пикет в знак протеста против повышения пенсионного возраста. Вся эта активность народная приведет к чему-то, на ваш взгляд? Я думаю, что да, будут изменения в этой программе. Я вообще считаю, что надо получать пенсию, а не по сумме. Тогда все будет хорошо. А в чем разница? В сумме? В сумме, конечно. Пенсия это более достойно. Мы... Про возраст сейчас вот так... Ну, гугируется вопрос возраста и так далее. А по сумме только пообсуждать. Мне кажется, намного интереснее. Отличное предложение, Юрия Шлемензона, давайте обсуждать суммы, которые должен получать пенсионеров России, а не срок выхода. Согласен на миллион, да? Да. Повышаете? Согласен на миллион. Только при этом в месяц. Если они будут на твой персональный счет деньги идти, чтобы... Без каких-либо там, да. Других ходов. Спасибо большое. Завершается время нашего общения. Юрий Шлемензон, депутат Кировской городской думы. До новых встреч. Спасибо. До свидания. Спасибо. До свидания.